Здравствуйте, это наша любимая игра Кландек. Итак, у нас обновление, у нас лабиринты, и естественно у нас торговец и контрабандист. Что же брать? Что же брать? Естественно, первым делом мы берем мини-пекарни и головоломки, а потом у нас есть выбор. Есть выбор разные установки, элементарные монетки, стимуляторы, зажигатели, ну это уже вообще ерунда пошла, нефтяные вышки, верстаки и все такое прочее. Давайте решим, что же лучше брать. Вот я зашла на четвертый лабиринт, там где стоят они рядышком, контрабандист и торговец. Учитывая, что первое мы все уже выбрали, и вот у нас остается выбор. Да, я беру себе в основном вышки, установки и все такое. Если вам надо полетать, у вас есть проблемы с нефтью, естественно берем нефтяные вышки. Но я вас очень прошу, не забывайте про свой уровень. Это имеет огромное значение. Я сейчас объясню почему. Смотрите, взять себе нефтяную вышку, это очень здорово. Ну вот пример, смотрите, нефтяная вышка. Сейчас я ее где-то найду. Обязательно найду. Обязательно. Вот, нефтяная вышка. После того, как вы ее купили и поставили, это не значит, что она сразу заработает. Станет вот таким вот. Потом вам надо ее строить. Ну, строить не все так весело. Вроде как, изначально раз, потом идет чуть веселее. У вас должны быть каркасы с кирпичом, я понимаю, проблем не может быть. Потом трубы, окна и картон. И потом, когда вы ее построили, вам еще предстоит выбор. Делать ерунду или улучшать. Да, улучшается вроде как тоже просто. Но я всегда улучшаю. И тогда мы можем делать не 25-6 часов, а 53 часа за то же количество. У нас же идет только 40 раз. 40 раз и вышка больше не работает. Так же самое, чтобы вы не взяли. Нефтяная вышка, другое какое-то предприятие, которое надо строить. Его надо строить. И поэтому задумайтесь, что для вас сейчас лучше и важнее. Взять готовое, и оно сразу у вас будет работать, например. То же самое у вас будет с глина и с угольной. Те же самые получаются интересные варианты. Вот вы ставите. И потом надо строить. Кирпич, арматура, кравий. Это не значит, что вы купили, и сразу у вас неоткуда-то возьмется колесо. Видите, ну, конечно, не проблема, я привезу. Ну, в том плане, чтобы вы просто понимали, что мало здания купить, его надо еще построить. Да, самый простой вариант, это вот эти наши, получается, по 50 ударов. Кстати, вот делать ящики, секреты лабиринтов. Да, с них выпадают довольно-таки неплохо. Сейчас я вам просто покажу. И вы должны для себя понять, что для вас лучше. накупить, чтобы эти вышки стояли нетронутые, или скупить их в следующий раз, а сейчас, допустим, взять... Ну, это я делала... Видите, сейчас покажу. Подарки, ну, тоже, в принципе, неплохие, но... Ну, конечно, это не сравнить. Эти подарки не сравнить, конечно, с нефтью и со всем остальным. Я делаю нефти очень-очень много, но у меня опять сейчас, видите, был большой запас. Он истяк, потому что острова находятся далеко. Я постоянно летаю, и в связи с этим у меня возникают проблемы с полетами. Мне нужно постоянно восполнять. Я делаю-делаю, трачу-трачу, так что смотрите сами. Какой торговец вам что поменяет, и на что? Что вам выгоднее? И на этом все. До новых встреч.